На территории Нерюнгринского и Алданского районов сохраняются неблагоприятные погодные условия, гололедицы и снежные заносы. Тем не менее, скопление автотранспорта на данных участках федеральной дороги А-360 не наблюдается. Для ограничения движения и информирования водителей поставлены посты ГИБДД. За три последних дня на участке федеральной трассы в Нерюнгринском районе зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие в городе Нерюнгре-3. Продолжит Сергей Козюра. Начавшийся утром 19 октября обильный снегопад, продолжавшийся полдня, вызвал транспортный коллапс в столице Южной Якутии. У перекрестка улиц Кравченко и Южная Якутская столкнулись сразу семь автомобилей. ДТП произошло, несмотря на то, что все автомобили были переобуты в зимние шины. Сначала столкнулись два автомобиля, два джипа, а потом следующие автомобили начали сталкиваться в эти два джипа. Так как они заняли проезжую часть, выставили знаки аварийной остановки, так и совершили ДТП. Вывод ГИБДД. Водители не соблюдали допустимый скоростной режим, а также не учли метеоусловия. У самих же участников о причине ДТП сложилось собственное мнение. Я остановился, мне уже стоячего догнал вот этот «Жигуль». Ничего не работало, ни тормоз, ни газ, ни лево, ни вправо. Все, машины просто катились, как шайба на льду. Вот такие вот у нас дорожные службы так вот работают, только налоги платим, не знаем за что. Снежные заносы, усиление ветра, об ухудшении погоды метеорологи предупреждали заранее. Городская дорожная служба привыкла к капризам южноякутской погоды и к требовательным автомобилистам Нередгре. Отсыпка идет постоянно, она не в день, она круглосуточно идет. У нас в день три машины работают на городе, в ночь работают две машины. Мы за ночь высыпаем там около 10-15 машин, так же и в день по городу. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют всем водителям сменить автошины на зимние, соблюдать скоростной режим и быть очень внимательными при езде в зимний период. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, НВК Саха, Ниренгрик. КОНЕК